...яйцо, и быстро-быстро убегал. И когда мы говорили, вот у нас кинули яйцо, и говорили, ну, первое, это же народный гнев, а второе, говорили, да, это мы сами себя кинули, там, яйцом залил, и так далее. И как бы, я не знаю, замечают они или нет, но когда сейчас они пригоняют казаков, а ДК оцепляет ФСБ и говорит, мы ФСБ, мы сюда никого не пустим, как-то вот эта легенда начинает ломаться, да, немножечко. Вы же как бы, вы уж определитесь, или ФСБ никого не пускает в здание, или это народный гнев, и вы сами у себя яйца кидаете, то есть как-то у них не получается держаться одной и той же историей. Но, да, приходится непросто, честно скажем, но... Но вы как думаете насчет Ростова, а про Заяц нет надежды? Как люди себя поведут, есть прогноз? Кто, в смысле, в чем? Мы разнообщались, как себя поведут, но... Что, друзья? Давай, здесь, как я иду. Соли еще дверь. Да ладно. Закройте дверь. Ну хорошо, ну вот сейчас на территории. Ну, пусть мы закройте дверь. А что это, раз закройте, там, с лодкой? Да, хорошо, а что это за... Ищет колду. А это от себя, я просто сошелся. Вы за протекрением только не оказываетесь. Вот переход. Ну хорошо, но проблема в том, что мы, вероятно, кого-то оставили за дверью. У меня же взял тот казак. Вот, да, у вас и срочно зашелся. Ну, да, до какого мы боимся? Я не знаю. Стоит? Да, конечно. Боимся, не жены на мероприятия. Давайте сейчас. А, один приехал. А, один приехал. И они все дают в стране и брать фонарь-зенит. Кто один? Ну и... Ну и... Ну и... Меня зовут Леонид Волков. Я начальник переворного штаба Алексея Навального. И, ну, дело принципа провести даже в таких экзотических условиях наше открытие штаба, потому что люди пообещали, что сорвут наше открытие штаба. Так значит, мы его проведем. В любом случае. Хотя, это непросто. Спасибо всем, кто не побоялся и пришел. И я в каждом штабе толкаю телегу о том, что агитировать на улице это прекрасно и совсем не страшно, и что ничего с вами плохого не случится. Очевидно, для южных регионов нам придется немножко пересмотреть нашу стратегию агитации, делать больше упор, может быть, на интернет, а не на офлайн, но мы обязательно что-нибудь придумаем. Ну, вы знаете, что Алексей еще в спецприемнике выйдет оттуда в понедельник, когда дает всем большие приветы. Он обязательно тоже приедет в Ростов, несмотря на все возможные риски и проблемы. Тем не менее, обязательно встреча состоится, это я вам тоже обещаю. Ребята, там что, закройте? Ну, а что, не отвлекай? Закрытая южеринька. Заминировали, да? Заминировали? Не, ну я так говорю. Настанет тот день, когда он не придется прятаться за закрытым дверям. Настанет тот день, когда они будут прятаться за закрытым дверям. Перескопы ходят в чате. Ну, ладно. На 9 человек все. А ты 10 машин? Я отношусь к сотрудникам с паспорцией, но лучше? Я знаю, что кто-то спустил. Спасибо. И тем не менее. И тем не менее, штаб Ростовой на дуну, 15-й штаб компании Навального, открывается и будет работать. Текучева 338. Понятно, что такого рода акции, как сейчас, могут быть разовые. Все эти люди один раз могут надеть свою униформу, попозировать, что-то там заблокировать, она в чем-то помешать. Это не может быть каким-то массовым явлением. И хотя работать штабу будет очень непросто, но я уверен, что наша замечательная команда с этим справится. Яна где-то там, видимо, или что она? Казахерия впервые. Да. 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 О! Как мило. Ничего пока что еще не происходит. Ничего пока что еще не происходит. Еще покаянно еще. О! Она на улице или что? Хрен ее знает, где она. Потому что она куда-то пошла, просто пошла в туалет. Так, абонент не отвечает. Давайте ее молотим. О! Казак. Что-то молотим, пойдем. Ну что, будем ее искать, что ли? Она пошла за баней и пошла куда-то. Ну, связь очень плохая в этих подвалах. Что? Ну что, нормально, страшно она? Ну, честно, мне это не случилось. Ага, ты где? Мы тебя все потеряли. Поднимайся сюда. Рисмускай, да. Ты где? Ты в порядке? Давай. Ну, все так. Полиция. Мы все входы держим, так что все нормально. А, все входы держим? Мы разрываем каждые пять минут. В здании сейчас у нас языков нет? В здании нет. Хорошо. Тогда можно прийти здесь. И так. Вопреки тому, что мы наблюдаем сейчас... О, Яна, вперед. А, мне кажется, мне не забывали, казахи не вижу свое казачье братство. Больше. Да нет, я не знаю, что еще с меня можно взять. Вопреки тому, как... Что можно подумать? На самом деле, у нас Ростов не в отстающих, а скорее в обережающих регионах. И по сбору подписей, и по регистрации волонтеров, и по всему остальному. У нас тут очень хорошие показатели. Да ладно. Ну, вы знаете общую картинку. Нам надо собрать 300 тысяч подписей, не более чем 7500 с региона. Сейчас вот опять же общался с казахом. Ну вот, ребят, мы хотим в выборах участвовать. Закон такой. Надо 300 тысяч подписей. Валите в свою Москву и собирайте. Надо вот хотя бы 45 регионов. Ну и не знаю, на что ответить. В этом смысле мы благодарны законодательству. Оно достаточно странное и колялое. Но оно, окей, она заставляет нас идти в регионы. Заставляет общаться с людьми. Заставляет открывать вот эти самые штабы. И это хорошо. Ну, потому что наша компания идет уже почти 4 месяца. И мы вот 15 штат только открываем. Ну, могли бы, наверное, немножко больше, но до этого строили и готовили всю инфраструктуру. И если посмотреть на избирательную компанию так, как она, ну, как бы, должна была бы идти с точки зрения законодателя, то ты сейчас понимаешь, насколько это все абсурдно. Потому что по закону, я напомню, выборы президента назначаются за 90-100 дней до даты их проведения. То есть если у нас 18 марта, то они назначаются только 18 по 28 декабря. И как бы считается, что ты, как кандидат в президенты, с конца декабря до начала марта должен успеть вот объехать все регионы, создать все штабы, провести всю агитацию. Это невозможно. Я сам первый раз в жизни в это погружаюсь, погрузившись, очень хорошо понимаю, что просто до этого все избирательные компании федерального масштаба были просто фейк. А мы хотим провести настоящую избирательную компанию федерального масштаба. И в этом все отличается. Поэтому мы начали за год с лишним. И развитие событий показали, что правильно сделали, что начали за год с лишним. Поэтому мы только набираем темп и не собираемся останавливаться. опять же, ну вот, окей, мы приехали сюда без Алексея, и все расстроены, и не сделают в этот раз прикольного селфи. Но это же важно тоже сказать, что мы, ну что нашу компанию нельзя вот таким методом оставить. Потому что, ну если бы мы не поехали, они решили, о, круто мы все придумали. Сейчас будем просто... Он вышел, он снова 15 лет. Вышел снова 15 лет. И все. У нас... Так, ребят, человек пять крепких парней, со мной побыстрее, пожалуйста. Так, 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 зачем? Он 30 минут не поможет. Сейчас они волнулись отсюда. Ну хорошо, пять крепких парней не помогут. Мы же там забаррикадируем. Уйдешь? Может... С камерой кто-нибудь сходить... Жора камеру. С камеры кто-нибудь сходить... А, а? А, а? Ну, а? А, а, а? Мы с ПСП вообще не приезжают. А, 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 а? А, 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 а? Ты не записаешь этот вариант вообще? Без пределов. Так, может, где-то, что-то, конечно. Не ждал. Реально. Что там происходит? Казахов много за эту прокладку. И... Задача? Это только ростовского штата. Не, ну для этого понюшено тоже. Несмотря ни на что. Будут такими же. Как? Что? Ты хочешь сказать, что в Казахстане будут что-нибудь советы? Ну я... Так а может их пустить, да послушать, что они скажут? Пару человек. Я не думаю, что они скажут. Я не думаю, что они скажут. Задать вопросы и получить ответы. Они получили ответы на своего. Сейчас уже те, кто, кстати, хотят именно там... Пару человек. Задачи ростовского штата, несмотря ни на что, будут такими же, как задачи любого другого штата. Подготовить наблюдателей. Провести агитацию. Собрать подписи. Со сбором подписей, как я уже сказал, в наименьшей степени есть проблемы. То есть, на самом деле, у нас все хорошо. С численностью мы уже 3,5 тысячи имеем в Ростове. Около 500 в Таганроге. Плюс есть другие города-регионы. И другие города-регионы. То есть, тут собрать эти 7,5 будет несложно. Штаб займется в первую очередь вот этой работой. То есть, он будет приглашать тех, кто зарегистрировался на сайте, чтобы поставить подпись, проверить их данные, и готовить все для сбора. Потому что, как вы знаете, опять же, сам сбор должен состояться, раз выборы назначаются с 18 по 28 декабря, там еще процедура, он придется на период времени примерно с 1 по 20 января. Ну и, если в этот период времени мы хотим что-то собрать, значит, мы должны к этому просто идеально подготовиться, и заранее со всеми этими людьми поговорить, и заранее все эти подписи проверить. Давайте, давайте, давайте. Послав мой друг где-то. Что там происходит? Я не казак. Я не казак. Все, пока нормально. Окей. Полиция... Как стоит, смотрит. Очень интересно, что-то знаешь, что-то... Там, может, люди в бурых жилетах, обожают. Очень интересно, я разговаривал, опять же, с этими казахами, в группе не ехали сюда устраивать Майдан и массовый госпиталер. Не понимаете, люди, которые ломятся в гостиницу, ломают, приезжают, значит... Ну, бывает. Знаешь, что это запрещено законом? А снять это надо? Ну, там же, наверное, кто-то пошел. Ну, они как цепные собаки. Да, да, да. Спустили. Они говорят, у нас казачьи, можно проводить в любом месте, в уголовном месте. Ну, это запрещено избиение ногайками, и хватание женщин, и... Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что это можно незаконно. А, друзья... Вообще-то это мы... Что, что очевидно? Что... А, ну, это... Работа Ростовского штаба будет весьма специфической, и будет довольно сильно отличаться от работы штабов региона. Но задачи, которые перед штабом стоят, должны решаться, и штаб их сможет решить. Значит, у нас есть... Значит, у нас есть... Яна Лочарова. Она помогала нам со всей организацией. Открытием, сняла помещение, все оформила, все сделала и все. Прилала битинг. Получила штраф. Прилала битинг, а что Марта получила штраф. У Яны изменились семейные обстоятельства. Она через некоторое время из Ростова уедет. Это не связано с политикой и гонениями. Это связано с семейными обстоятельствами. И у нас есть Лена. Которая заступит на пост. Мы противопоставим казачьей псевдопортальности. Подлинная. Мне кажется, штраф — это определенная инициация. Я тоже знаю, что-нибудь про это будет. Подлинная и искренняя, настоящая женская начала. Давайте, наверное, я сокращу какие-то вводные слова и больше подключаю на вопросы, чтобы нам хватило времени на ответы на все вопросы. Но если я, по ходу, буду что-то вспоминать по ходу ваших вопросов, что я важного не сказал, я просто про это все тоже скажу. Давайте сначала вопрос материн. Состав и формат работы штаба какой-то нет? Рассказываем. Ростовский штаб, как любой штаб в городе Миллионники, у нас предусматривает 4 штатные единицы. Координатор, юрист, помощник и координатор-волонтер. Это очень условное наименование должностей. Потому что в каждом штабе приходят разные люди, и мы пляшем от того, кого мы в итоге набрали, у кого к чему душа лежит, и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть штабы, которые дробят ставки и нанимают 5-6 человек, как-то меняются, как-то организуют свою работу посменно. В этом смысле у нас демократия. То есть федеральный штаб, конечно, собеседует и проверяет, и утверждает людей на все вакансии в штабе, но при этом в регионе все равно остается достаточно много свободы. Что важно? Главная задача штаба, безусловно, заключается в том, чтобы не руководить и не делать самим, а координировать. Потому что 4 человека, а больше мы себе не можем позволить, у нас всего по всей сетке запланировано в нашем бюджете компании 207, что ли, или 210 ставок. 4 ставки на город-миллионник, 3 ставки на полумиллионник и 2 на малые города. 77 штабов, 207 ставок, это такой очень-очень-очень тонкий слой людей, которые получают зарплату. И вчетвером ты в городе-миллионнике, втроем в полумиллионнике ничего не набегаешь и ничего не агитируешь. Это совершенно точно. Задача штаба собрать из вас агитационную машину. В Ростове у нас зарегистрировано больше 500 балансеров. И это очень много. И хотя сейчас у нас там есть, опять же, замечательные казахи, которые говорят, это наша земля, мы здесь власть и так далее. На самом деле ни одной политической силой в России нету в городе Ростове-миллионнике 500 балансеров. Ни у левых, ни у правых, ни у коммунистов, ни у плетенистов, ни у казаков совершенно точно. И хотя сейчас, когда нас немножко там загнали в закрытое помещение, в это сложно поверить, на самом деле мы здесь представляем собой ведущую политическую силу в регионе, а также часть ведущей политической силы в России. У нас всего зарегистрировано сейчас уже больше 700 тысяч волонтеров. Что такое 70 тысяч волонтеров? Это значит, что ты можешь за день раздать 7 миллионов листовок. 100 листовок в день раздать вообще за два часа нужно. Я сам много раз раздавал и, так сказать, говорю со знанием дела. Но 7 миллионов – это больше, чем тираж, чем аудитория, пусть говорят, в самой рейтинге программы Первого канала. Да нет, уже меньше. У Шурыгина меньше. Я как раз хотел сказать, что как раз у Шурыгина было больше, но средняя аудитория 4,4 у Малахова. А мы можем в день раздать 7 миллионов листовок. Мы можем в день зацепить агитацией в соцсетях 14 миллионов человек. И это убирает с доски Киселева и Соловьева. Мы можем поговорить лично, а нет лучшего способа агитации, чем личный разговор с родственником, другом, коллегом, знакомым. За месяц 700 тысяч человек. И это покрывает аудиторию любой федеральной газеты, любой комсомолки или АИФа и Московского комсомольца. В это просто надо поверить. И в это, наверное, немножко сложно признать, когда мы находимся в таком положении, когда нас так как будто травить. Но на самом деле это так, это уже случилось. Мы уже построили главную политическую силу в России. Ну и потом это, конечно, не предел. Мы видим, в каком темпе у нас растет на сайте и количество подписантов, и количество волонтеров. Я думаю, что мы к осени очевидно дойдем, ну где-то до миллиона подписантов, где-то до 200 тысяч волонтеров. Этого ни у кого нет. И вот координаторам, я говорю во множественном числе координаторам, не выделяю, что Глена координатора, кто-то поможет. Координаторам вот той совсем небольшой, если прослойкой людей, которых мы просим в штабе полное рабочее деньги и платим за эту зарплату скромную из ваших пожертвований. Им предстоит собрать из огромного количества волонтеров, существенно превышающего их собственное количество, вот эту самую агитационную машину. Это будет такая очень странная, такая стимпанковая агитационная машина, вот такая, здесь свисточек, здесь колесико, здесь колесико. Потому что кто-то скажет, что я готов агитировать там на улице, 15 минут в день или час в день. Кто-то скажет, что я не готов, но могу летом взять там две недели опуска и его посреди за агитация. Кто-то скажет, нет, я испугался, я только в интернете, но зато в интернете могу там с утра до ночи, у меня есть какое-нибудь там сообщество, не знаю, там типичный Азов и вперед. Кто-то скажет, что я там буду делать какие-то видеоролики. Кто-то будет раздавать, окей, не пойдет на улицу агитировать, но будет раздавать листовки вся в подъезде и так далее. У кого-то будет 15 минут в день, у кого-то час в неделю, кто-то интроверт, кто-то экстраверт, кто-то боится, кто-то не боится, кто-то помладше, кто-то постарше. Это будет очень сложно устроенная и довольно сложно настраиваемая агитационная машина. Но это то, что предстоит сделать координаторам, с каждым из волонтеров поговорить, понять, как каждый и чем каждый может помогать, понять, сколько надо бензином в эту машину заливать, сколько надо заказывать агитационных материалов, сколько надо проводить встречи, обучения, семинаров, чего-то еще, сколько надо заявлять пикетов, кубов и так далее. Но в итоге, после некоторого периода настройки, который может быть месяц уйдет, эта машина потихонечку поедет, и когда она поедет, вы увидите, что она сильнее Киселева, Соловьева и Киллокова. Это проверено. Это проверено майской компанией 2013 года в Москве, когда мы начинали с рейтинга 3% и закончили даже по официальным данным с 27%, не делая ничего, кроме сборки агитационной машины с 15 тысяч московских волонтеров. И если бы у нас было немножечко больше времени, мы бы просто выиграли. Там все бы у нас было всего полтора-два месяца на всю компанию. Это же мы хотим сделать и по федеральному масштабе сейчас, в 17-м году. То есть этот процесс настройки займет время. И я опять же подвожу кролик штаб. В ближайший месяц штаб будет в первую очередь приглашать всех по одному и говорить, чем ты готов помогать, а может у тебя есть машина, ты можешь повезти на хлебку, а может ты старший по дому, а может ты поедешь на все лето к бабушке, опять же не знаю, в Волгодомск и там что-нибудь даже. А может там приедет, у нас есть, в Волгодомске не случайно, потому что у нас там есть ячейка, мы по нашему плану не открываем Волгодомске отдельного штаба, потому что мы знаем, что мы 7500 и в Ростове соберем. Но приедут какие-то люди из Волгодомска и скажут, а дайте нам 10100, мы их распространим. Значит штаб себе поговорит, поймет, что это серьезные люди с серьезными намерениями, даст, они уедут и распространят. И так далее. А когда вот этот месяц настройки агитационной машины пройдет, и мы перейдем к этой самой уличной агитации, то штаб дальше займется вот этой работой по проверке подписи, по проверке подписи тех людей, которые уже на сайте зарегистрировались. То есть тоже будет приглашать по одному, у нас на сайте будет красивый календарик, людям придет рассылка, ты сможешь зайти, выбрать время, так чтобы там не было большой очереди. И по одному люди будут приходить, подписывать согласие на обработку персональных данных, будут проверяться их паспортные данные, вноситься в списки, из которых уже вырастут осенью подписные листы. И пока штаб будет обрабатывать те 3000 человек, которые уже сейчас на сайте зарегистрированы, агитационная машина притащит на сайте, зарегистрирует еще 4500 человек. Такой собственно план. То есть никакого секретного и другого плана нет, он именно такой. Уличная агитация, агитация в домах, в подъездах, агитация в интернете. Затащить на сайте там еще 5000 человек, штабом обработать сначала те 3000, которые уже есть, потом те 5000, которые еще присоединятся, получится 75000 подписей, бинго, это ино. Потом, когда мы добьемся регистрации кандидата, все это уже будет масштабироваться. То есть нынешняя структура семейства, семейства штабов, это такой небольшой совсем скелет, на который потом, ну понятно, что когда Алексей будет зарегистрирован кандидатам, то скепсиса станет гораздо меньше. Гораздо в большей степени все поверят в то, что эта избирательная компания серьезная и что это про победу. Мы получим существенно большее количество пожертвований, я думаю. И там уже по плану мы начнем на этом скелете масштабироваться. Вот опять же, то с чего я начал, да? Ну невозможно за три месяца построить агитационную систему на всю страну. Но имея заранее хотя бы опорную сеть из семейства региональных штабов, дальше уже мы сделаем ее в Шахтах и в Таганроге, и в Волгодонске, безусловно, тоже какие-то штабовые ячейки. Но это уже будет после регистрации. Там, конечно, уже будет не по 4 координатора, а гораздо больше, и объем работ будет совсем другой. Вот вкратце план такой. Еще вопросы, пожалуйста. Казаков надо ли ориентировать или бесполезно? Если ориентировать, то как? Какая-то специальная работа? Надо ли ориентировать или ориентировать? Но деньги платят. Я могу, значит, про казаков и про полицию, я могу сослаться на свой опыт. Про полицию ответ совсем простой. Вот на наши 207 вакансий в штабах мы суммарно получили сейчас уже почти 3000 резюме. И четверть из них, это самая большая доля, это нынешние и бывшие сотрудники правоохранительных органов. Полиция, СК, прокуратура, даже в СИМ и так далее, и так далее. Люди пишут, окей, конечно, среди них есть, наверное, какое-то количество заслонных казачков, но это не может быть так массово. Люди пишут, я насмотрелся на палочную систему, на произвол начальства, на все, на все. Я хочу работать у вас, я так больше не могу. Я за время своего административного ареста, конвойных поездок, на судную апелляцию, наобщался с десятками сотрудников полиции. И сторонников действующей власти из них не нашел ни одного. Я разговаривал буквально с каждым, с кем мог поговорить. Просто они отрабатывают зарплату, отрабатывают свою стабильность. То есть нужно давить на то, что здесь все будет. Их там, окей, там, не знаю, у рабочих там какой-нибудь завода есть там профсоюз хотя бы. У ментов даже профсоюзы нет. То есть они ничего не могут. То есть вот он сидит, вот он меня привез в автозаке, блин, на суд. У него смена там до шести вечера. Судья не выносит постановление. Мы сидим там до десяти вечера. У него давно смена закончилась. Ну, завтра на сутки идти, да. То есть его трудовые права нарушены, ему даже жаловаться не надо. Мне принесли там волонтеры какие-то сникерсы и воду. Я сижу, ем. Он даже пожрать не может сходить, потому что он меня конверрует. И мне нету бежаловаться, нету деваться, потому что там зарплата низкая. А отношения уже давно не как дяди ступим милиционеру, а там мент позорный, да. То есть как бы там все еще и в спину шикают, и в общественном транспорте никто месту не уступает. То есть там люди держатся ради одного пенсии. Двадцать лет выслуги и настоящая большая пенсия. По нашему счету они туда попали, потому что больше не было никаких перспектив. Да, да. Не девять тысяч рублей, а там какая-то большая-большая серьезная пенсия после этих двадцать лет выступить. Это единственный стержень, на котором все это стержень. Ну, еще, конечно, просто привычка, да. Отсутствие альтернативы там ни в охранники, ни в таксисты, а вот, значит, сюда. Но то, что там бороться за власть, защищать ее каким-то образом и так далее, кто-то из них будет. Нет, этого нет. И, конечно, они все ходят с огромной фигой в кармане, и придет тот час, и совсем в скором, я чувствую, когда они эту фигу достанут и покажут. И на выборах совершенно точно. То есть агитировать сотрудников полиции вообще легко и приятно. С казаками. С казаками посложнее. Хотя я рассказывал тоже вот сейчас о своем опыте, там, сорокаминутного разговора. Ну, вот пополам, да, то есть половина пришла просто поорать, так сказать, подемонстрировать то, что они здесь власти, местное самоуправление и полиция. А в одном лице там помахать ногаиками и поделать страшное море. То есть половина обычные люди, обычные избиратели, ну, то есть люди, которые напичкины какими-то телевизионными штампами, но которые готовы задавать вопросы, слушать ответы и разбираться. И к ним надо относиться так же, как к обычным самоизбирателям. Ну, я говорил, типа, мы идем на выборы, вы же выбираете там атамановым казачьим кругом. То есть это же хорошо, когда выборы. Хорошо. Вот наши там шесть пунктов программам базовых, там, децентрализация, борьба с коррупцией, судебная реформа, местное самоуправление, благо-лаго-лаго. Это хорошо или плохо? Давайте по каждому пункту пройдем. Хорошо, хорошо, хорошо. То есть те, кто готовы слушать, они готовы слушать, и в этом смысле они вполне себе избиратели. Вообще не вопрос. Еще вопрос. Леонид, скажите, а кто будет заниматься обучением волонтеров? Вот обучение волонтеров, это важнейшая задача штаба, координаторов. Мы будем делать вебинары, и будем проводить их, ну, как совсем в виде вебинаров, так и в виде таких, назовется модным словом, буткэпов. То есть будем приглашать в штаб, у нас там есть достаточно большое помещение, типа open space, всех сажать перед экраном, показывать какой-то там видео урок, а потом его разбирать и отвечать на вопросы. То есть по агитации, по работе с возражениями, по часто задаваемым вопросам. Ну, и плюс будут какие-то просто, не методички, ну, а тоже какие-то там, типа, ответы на часто задаваемые вопросы. У нас это уже происходит, то есть вот уже открытые штабы, постоянно там делятся опытом, рассказывают друг другу о том, что где как происходит, что как работает. То есть это в такой большой структуре, такое перекрестное окружение происходит достаточно быстро и легко. Ну, то есть живые тренинги у вас не предусмотрены ни в коем разе? Живые тренинги вот прямо в формате, как мы делали в тринадцатом году, типа там, когда там бизнес-тренер в штабе регулярно проводил, наверное, будет тяжеловато по финансам. Ну, посмотрим, посмотрим, как будет складываться фондрайзинг. Я понимаю, что вебинары, буткэмпы, это все-таки кэш и эрзац, и живой тренинг, конечно, лучше. Пока в бюджет это не вписалось, если впишутся, то тоже будет. Если вы умеете, проведите. А в плане самоорганизации, пожалуйста, опять же, в этом смысле у нас очень все демократично. Уфимский штаб проводит регулярно какие-то дебаты, Питерский штаб проводит регулярно какие-то тренинги, Казанский штаб проводит какие-то тоже обучения. То есть люди прекрасно в этом смысле самоорганизуются, вообще не проблема. Штаб всегда, если приимет, не открыт подобного рода история и инициатива. То есть наблюдатели на выборы там же будем? Обучение наблюдателя будем там же, да. Тоже что? Так, дальше. Ну, еще раз, все-таки, то, что... А кто выключил компик? Медители. Здравствуйте, казачки. Все-таки, то, что было сегодня, это, конечно, связано с моим переездом. И, в общем-то, я в каком-то смысле даже рад, что только мой приезд, а не Алексей, что было бы, если бы Алексей приехал. Вообще-то трудно себе представить. Ну, то есть, понятно, что у них нет никакого ресурса, вот, организовывать что-то подобное там в дежедневном режиме и в каждодневном режиме. Я просто не думаю, что такие проблемы будут. Если будут, мы будем их решать по ситуации и по мере поступления. Наша сила не в планировании. Наша сила в том, что эти люди приходят, когда им сказали прийти, и уходят, когда закончилось оплаченное время, а мы являемся набором самостоятельных мыслей людей с головой на плечах, достаточно гибких и способных принимать решения по ситуации. Нельзя все распланировать. Если вы видели раздел локации на нашем сайте, главное и единственное требование – голова на плечах. И это наш важнейший политический и организационный ресурс. Леонид, я вас сегодня чуть-чуть помучаю вопросами. А вот спикер предусмотрен у региональных штабов. То есть, вот, допустим, вот, Лена, она, значит, начальник штаба будет. Вот, координатор. Координатор, прошу прощения. Значит, вот, насколько на лидера, вообще, руководителя, начальника, координатора штаба, вообще положена роль спикера? И насколько, вообще, кто будет официально и формально представлять? Говорит от имени штаба координатора. Ну, то есть, там, если вопрос от журналистов, то это вопрос, с которым работает координатор. То есть, вот, именно это за координатор. Да. Я вообще, ну, вот, я вчера выступал в Воронеже в таком же формате и говорил, что друзья, я, как бы, все-таки начальник штаба, поэтому я скажу там свою часть, которую я всегда говорю на открытии про организацию работы и в меньшей степени буду говорить про политическое содержание компании. То, что обычно говорит Алексей, и мне не всегда, может быть, будет просто ответить на вопросы по программе политическому содержанию. Но, на самом деле, в ЧХА неплохо получилось, поэтому на такие вопросы я тоже буду отвечать. И по политическому содержанию. Наша программа не является маргинальной программой, не является программой, нацеленной, там, на какую-то, там, узкую прослойку. Это важно понимать, важно отдавать себе в этом учет. То есть, мы ее осознанно планировали, там, тестировали на фокус-группах, прорабатывали как программу большинства. И мы знаем, что каждый из пунктов программы воспринимается 80-90% российских избирателей с одобрением. И в этом смысле про нее легко рассказывать, и легко агитировать, и легко убеждать в ней, там, знакомых, друзей, там, бабушек, девушек, мам, пап, все еще и так далее. Второе. Сейчас наша задача еще немножечко проще, потому что сейчас у нас компания за допуск Алексея к выборам. Да, мы собираем подписи для того, чтобы он мог принять участие в выборах. И это аргумент, опять же, я его сейчас тестировал, который стоит в тупик даже казакам. Они говорят, убирайтесь с нашей земли. Я говорю, ну, друзья, вот, наша, ваша, мы же не хотим ее у вас забрать, мы хотим участвовать в выборах. Мы хотим, чтобы вот сколько наших голосов, столько бы мы и набрали. А если ваших будет больше, то и отлично. Это же так и работает. Они такие говорят, ну, это вальный вор. Хорошо, у вас очень хорошо это получилось, громко, язычно сказать. И, наверное, вы даже можете это аргументировать. Идите и агитируйте, и аргументируйте. За него никто не проголосует, он набьет один процент и, там, с позором проиграем. Ну, ну и хорошо. В чем проблема-то? А почему вы против того, чтобы он участок выбор? Молчать. То есть, это абсолютно работает с совершенно любой историей. И вот месседж этого этапа кампании поставить в подпись за то, чтобы Навальный участвовал в выборах. Он заходит, и он вполне разделяется абсолютно любой аудитории, в том числе, абсолютно разделяется сторонниками действующей власти. Даже в некотором смысле в большей степени. Это, там, на нашем фланге можно услышать, там, вот эти все дебильные штабы, там, нельзя шулерами садиться за стол, это легитимация, там, туда-сюда, эти десятые, ну, там, вот эти все штабы. А на том фланге такого нет. Ну, то есть, они уверены в своих силах. Конечно, ему надо допустить, пусть он, там, пусть он получит 86%, Навальный получит свои 2%, будет знать свое место, вся страна сплотится в огромных лидерах и так далее. То есть, там нет никакой медиасинкразии к идее допуска Алексея Навального президентского выбора. И в этом смысле наша агитационная задача на этом этапе кампании, она вообще простая. Ее, там, совсем не надо бояться. Вопросы? Да. А, закончится победит, не Навальный. Чего дальше? И дальнейшие действия? Этот вопрос возникает на каждой встрече и в разных вариантах. А что делать, если его не допустят? А что делать, если допустят, но не выиграет? А что делать, если выиграет, но посчитают не так и не признают? То есть, и каждый раз это вопрос в том, а есть ли у вас план Б? И каждый раз ответа нет. У нас нет и не может быть плана Б. Потому что, если ты идешь, как бы, на войну, думая о том, уже как будешь отступать, тогда обязательно будешь отступать. Мы прекрасно понимаем, что политический процесс, он длинный и расстоянут его времени. Мы прекрасно понимаем, что 18-м годом ничего не заканчивается. Потому что, чем что бы ни случилось 18 марта 2018 года, я, ты, вы, мы. Мы же не поменяем своих политических убеждений. Мы не отступимся от своих позиций. И более того, наши позиции не перестанут быть морально правильными. Мы. Коррупция не станет вдруг разом хорошей и правильной вещью от того, что нам Путин анализует 86%. И политический процесс, безусловно, продолжится. И да, если не в 18-м, то в 20-м. Если не в 20-м, то в 22-м. Если не в 22-м, то в 24-м. На выборах, не на выборах. Режимы, подобные Путинскому, падают. Режимы, авторитарные коррупционные режимы, заканчивают свое существование и не передаются по наследству. Чтобы передать по наследству, надо сделать, ну там, вот, это уже типа режим Кима в Северной Корее. Надо, чтобы все реально траву жрали. Тогда можно передать по наследству. Режимы Путинского типа, Франко, Салазар, Пиночет, Суккарта, дофигичей их было. Половина Латинской Америки, половина Африки. Не передаются по наследству. Это исторический, политологический факт. Я не эксперт, но это как бы вот то, что там все политологи. Все им передали. Ну, опять же, это уже надо бомбить химическим оружием. Сейчас, секундочку. Ну, ну, то есть, и в этом смысле. В этом смысле. Если мы не отходим от наших моральных позиций. И стоим на правильных моральных позициях. То наша борьба в исторической перспективе обречена на успех. Когда этот успех случится, предсказать невозможно. В наших интересах, естественно, добиться его раньше, а не позже. Не потому, что мы нетерпеливы и не дождемся. А потому, что... Ну, там, они каждый год воруют по 3 миллиона и просто... Потому, что жизнь проходит. Да, потому, что жизнь проходит. И уже чем позже мы победим, тем сложнее будет восстанавливать экономику. И делать Россию великой снова, да? Вот. Но... Каждому эпизоду этой политической борьбы мы должны, обязаны, относиться максимально серьезно. И так, как будто это последний бой. А потом, если, так сказать, победить еще пока не удалось, должны вставать, отрекиваться и... И готовиться к следующему эпизоду, к последнему бою. Только с таким настроем можно выиграть. Ну, и, конечно, сохраняя вот этот внутренний стержень и не отступаясь от своей позиции, от своей правоты. А она есть. Что мы там... То не говорят. Ну, в продолжение этого вопроса. Ну, вот все-таки сейчас появился новый тип авторитаризма. Как, например, в Венесуэле. Когда Угачаевил ушел, умер. А оставил после себя Николас-Мадуга. Да, но там совсем недолго осталось. Хотя, там они, с одной стороны, тоже жрут траву. Путин поставит своего приемника. Нет, ну, как раз Венесуэла. Я не хочу слишком уходить в теоретическую дискуссию. В следующий раз привезем Екатерину Шульман. Попросим, как сказать, переехать. Она очень хорошо умеет про это рассказывать, но... Ну, как раз Венесуэла, это пример того, что, конечно, у него нифига не вышел, видать, уже импичмент, уже он потерял большинство. Он еще там держит свою власть, но понятно, что Мадуру осталось там совсем недолго. Как раз у Чавеса не вышел в транзит. Штаб как-то планирует бороться с фальсификацией на выборах, потому что, ну, если выборы будут проходить в нашем обычном формате, то, ну, как бы, большая часть голосов будет фальсифицирована, и во всем этом не будет смысла. Штаб будет бороться, перед штабом стоит задача обучить и набрать на участки полторы тысячи наблюдателей. Причем, ну, опять же, когда у нас зарегистрированный кандидат, то это не полторы тысячи наблюдателей, а полторы тысячи членов комиссии. Да, мы делегируем все-таки. А можно я вот отвечу на вопрос? Сейчас, нет, секундочку. И все-таки, в отличие от всех наших прошлых упражнений этого года, я координатор Екатеринбургского голоса 2007 года, там, год, 2013, да, то есть я там прошел через очень много компаний по организации наблюдения. Это все-таки две большие разницы. Ты смотришь за какими-то абстрактными чьими-то выборами, или ты смотришь, черт возьми, за своими выборами, которые перед этим душу вложил. Да, понятно, что у нас будут фальсификации, да, понятно, что будут большие проблемы. Но полторы тысячи наблюдателей, а в масштабах страны сто тысяч наблюдателей, которые бьются за свои голоса, честно, за служенные голоса, это большая сила. Но опять же, мы видели этот процесс во многих странах, в Гамбии недавно, ну, то есть там, в каких-то других странах, когда власть проигрывает выборы, не признает этого, фальсифицирует, добавляет другие результаты, а после этого люди выходят на улицу и забирают то, что им на джипе. Я верю, что, ну, были нюансы, да. Я верю, что Россия не хуже Гамбии в этом отношении. Я просто хотел сказать, что зачем нам разводить проженческие настроения, потому что у нас сейчас два выбора. Либо мы меряемся с процессом и сидим на жопе ровно, простите за выражение, либо пытаемся что-то изменить и что-то сделать. И если пытаемся, что делать, ну, сколько они сфальсифицируют? Ну, 10, ну, 20% марш. Могу, вывод, побеждать, преимущественно, 25% работать на это. Как бы, вот, план простой, конечно, несколько, может быть, утопический, но... Нет, вопрос был именно про саму методику, ну, кроме наблюдации, может быть. Просто побеждать с отрывом такой, кто не... Сейчас, значит, ну, в целом, вот эта максима, там, делать, что должно и будет, что будет, она, опять же, безусловно, правильная. То есть только так можно побеждать, без задней мысли, без плана Б, исходя из того, что мы сейчас делаем то, что нас объединяет, что мы считаем правильным, то, что видим, делаем с максимальной отдачей и дальше добиваемся максимальный результат. Главное, что по итогу всей истории каждый из нас не мог себя в чем-то упрекнуть, что я что-то там, если там, дал слабину и сделал что-то не так. Если так будет, то мы в историческом, очень недалеком периоде победим. Пожалуйста. По поводу программы. Какие именно налоги будут оставлять регионы? О-о-о! Прямо глубоко. Я попробую кратко, потому что я не очень большой эксперт, по этой части программы. Я там, ну, я был депутатом городской думы в городе-миллионнике, я хорошо понимаю проблемы местного самоправления, еще какие-то, но я не экономист. Тем не менее, сейчас у нас в муниципальных бюджетах остается 16-18% НДФЛ, все остальное уходит выше. У нас сейчас не остается вообще на региональном уровне НДС, у нас на муниципальном уровне не остается налога на прибыль, и у нас не остается никакого НДП и налога на добычу признаться. Соответственно, нет стимулов для регионов и территории вести конкуренцию, нет стимулов бороться за администрационную привлекательность. О чем они уже открыто говорят? Помните знаменитое выступление президента Тавстана Мениханова и губернатора Калужской области Артамонова, который говорит, ну и что? То есть я могу там порвать одно место и сделать так, что у меня построят какой-то там завод, который даст рабочие места и заплатит кучу налогов, чтобы что, если все эти налоги уйдут в Москву. В первую очередь на местах должны оставаться те налоги, на которые местные власти своими действиями могут влиять, на собираемость которых могут влиять. Потому что это запускает механизм конкуренции между регионами и муниципалитетами, им становится интересным бороться за развитие территории, бороться за инвестиционную привлекательность. Поэтому я думаю, что надо перераспределять в меньшей степени НДПИ и акциза, в большей степени, ну потому что НДПИ и акциза именно. Сколько водки и дабака продали, столько продали, да, и там сколько полезных ископаемых достали, столько достали. А в большей степени распределять НДС и налог на трибли, кэши НДФЛ. Кэши НДФЛ должен существенно в других пропорциях оставаться на местах. Но конкретные цифры я сейчас не скажу. Мы летом, мы когда откроем все штабы и проедем все 77 регионов, у нас запланированно сели таких в Москве мероприятий, интерэкспертных круглых столов по доработке программы, мы выкатим и достаточно конкретные цифры я решила. Если нужен вопрос. Сейчас, вот, молодой человек. Вот у нас главная задача – популяризация компании, верно? И вот ключевой роль тут сыграла YouTube-деятельность вообще без всех принципов. Вот есть ли какие-то дальнейшие идеи, мысли, вот таких вот информационных бумаг, типа расследования по поводу НДПИ. Вообще, какие мысли у Алексея его в YouTube. Потому что вот это, наверное, действительно есть еще пара. Ну, все-таки там про мысли Алексея, корректнее спрашивать Алексея, он приедет и ответит. Но мы видим, что наша видеодеятельность действительно дала огромный какой-то просто прирост, так сказать, в узнаваемости в людях. Вы видели, опять же, я думаю, цифры Леваны, которые там пара дней назад. Мы только начали компанию. Мы, это опять же, там, к тому, что не надо вообще бояться и надо верить в свои силы. Мы только начали компанию, мы открыли еще там только четверть из всех штабов, да, мы только-только-только-только чуть-чуть начали, да. И мы уже имеем там в два раза рост рейтинга, в полтора раза рост узнаваемости, так сказать. Что же будет дальше? Ну, очевидно, дальше противодействие будет расти, потому что они тоже это видят, тоже меряют, но тем не менее. Понятно, что вот эта история с видео оказалась жутко успешной. И там Алексей часто говорит, черт, что ж мы не начали этим заниматься там еще в 2013 году. Будут новые фильмы, расследования? Какие я вам скажу? Во-первых, потому что я сам не знаю. А во-вторых, потому что... А вот на сведении ничего, кроме того, чтобы там было 1 июня выводим в прокат. О том, что расследование про Медведева, это расследование про Медведева, я узнал в день его выхода. То есть у нас есть вот эта китайская стена, отдел расследований работает абсолютно, так сказать. Там в тайном секрете. Мы, конечно, знаем, что они что-то делают, потому что мы надеемся, что они ездят в командировке в Италию. Не просто так. Мы знаем, что они что-то делают, но... То есть... Тем не менее, я не знаю, чем они занимаются, это, конечно, правило. И это позволяет вот так эффектно выходить. Но, безусловно, в работе есть много интересных и важных тем. И деятельность по видеоканалу мы будем очень сильно развивать. Вы знаете, что мы, собственно, помимо основного канала запустили «Навальный лайф», делаем там наши эфиры. На «Навальный лайф» мы будем расширяться очень сильно. То есть мы в обозримой перспективе перейдем там до 24-часового эфира. решения. То есть будем наполнять сетку разными передачами, и их будет больше, больше, больше и больше. И, возможно, в какой-то возраильной перспективе сетка заполнится целиком. То есть мы видим, что это очень эффективный инструмент формирования амбитации. Здесь было просто. Да, если «Навальный» выиграет, что будем делать с Путином? Сильно Путин будет цепляться за властью, как будет выглядеть транзит власти. То есть вещь, за которую нас довольно часто критикуют, это то, что Алексей говорил публично и подтверждал это много раз потом. тоже публично, что если надо будет для мирного транзита власти, то лично Путин 8 лет получит гарантию безопасности. Как будет досмотрено федеральным законом о гарантиях безопасности. В тюрьме получит орандию безопасности. Если для предотвращения каких-то силовых противостояний надо будет ему отдать дворец Геленджикем, мы отдадим дворец Геленджикем. То есть интересы страны и безопасности важнее всего. Что касается всех остальных, людей, то они будут... Сначала мы реформируем судебную систему, а потом будем судить их честно и справедливостью за те преступления, которые они совершили. Тоже я вот вчера про это говорил и скажу снова. К сожалению, в тех условиях, в которых мы сейчас живем, у нас выросла неправильная, слишком-слишком не нулевая толерантность к огромному количеству таких бытовых преступлений, которые мы уже не привыкли замечать. Вот так красивое окно. Сейчас. Вот мы приезжаем... Ну то есть, окей, мы вышли из поезда раньше, значит, да, в Каменске-Шахтинском и доехали на машину, потому что нам не хотелось вступать в какое-то там силовое противостояние на перроне. Но мы были уверены, что на перроне нас будут встречать казаки в Ростове, и действительно так и было. А это на секундочку уголовка. Потому что мои железнодорожные билеты — это, вообще-то, охраняемая тайна, которую какое-то уполномоченное лицо из там ФСБшник, который отвечает за функционирование там системы бронирования ЖД-билетов АСУ-Экспресс, взял и слил там этим незаконным парамилитарным образованием, да? То есть это настоящее, не какое-то там надуманное, а настоящее уголовное должностное преступление. Или, скажем, наш митинг 26 марта в ракторе не написало ни одной СМИ, федеральной, потому что им запретили про это писать. Есть такая статья, очень хорошо мне знакомая, 144-я статья ОК РФ «Воспитательство незаконно-профессионально-журналистское деятельство». И это преступление, которое квалифицируется прямо по фабуле этой статьи. И, так сказать, там конкретные в плане там Эрнст Кулистикова-Добродеев или там Громов-Кириенко организуют вот эту вот, так сказать, цензуру. Это не просто там совершают какое-то там моральное преступление в виде цензуры, они совершают уголовное преступление, которое по действующему законодательству должно расследоваться, по нему должны вноситься приговоры. Точно так же с фальсификацией выборов. 142-я статья ОК РФ. Точно так же со сгоном людей на митинге. Тоже есть уголовная статья. Они не работают, но мы их заставим работать и мы проведем все эти процессы. А на какую категорию людей в ходе предвыборной кампании вы собираетесь сделать основной акцент? На казаков. Я говорил уже о том, что наша программа – это программа для всех. И все ее тезисы разделяют большинству российских избирателей. Но до них надо достучаться. По мэрским выборам 2013 года, по социологии, которая там была, и просто по наблюдениям на участках, мы знаем, что большинство людей, которые голосовали тогда за Навального, были пенсионеры. женщины. Самая большая, по-моему, возрастная группа были женщины 45-50. Сюрприз. Вот. Вопрос в том, как до них достучаться. А это ответ вот. Все, что я рассказывал про агитационную машину. Это тоже то, что Алексей говорит на каждой встрече, на каждом открытии штаба. Это то, что является известным фактом. Показали наши выпуск-группы. Что каждый человек, который немножечко хотя бы интересуется политикой, когда его спрашиваешь, а как ты узнаешь политические новости? Прежде всего, он говорит не про интернет, не про телевизор, не про радио. Он говорит, а у меня есть такой друг, который в политике шарит и мне все рассказывает. О, круто. Это самый главный канал распространения информации. Информация, которая передается из уст в уста, к тому же человеком искренним, к тому же человеком мотивированным, к тому же человеком, который там способен поддержать разговор и ответить на вопросы, она перебивает любую другую пропаганду. И хотя понятно, что возрастной состав наших волонтеров – это, прежде всего, молодые люди, на 90%, и так было и в Москве в 2013 году, и это нормально. Ну, там даже, окей, волонтерство вести, волонтерскую деятельность с ипотекой и людьми детьми немножко сложнее, чем когда ты студент. Тем не менее, основная голосующая аудитория – это люди самых разных возрастов, в том числе старших возрастов, до которых вы превосходно достучитесь, потому что это мама, папа, тетя, бабушка, дедушка и так далее. У меня вопрос, продолжение вашего ответа, ничего, что я сижу, кстати. Вы сказали, голосующая аудитория, например, я вижу основную проблему поражения в тех же московских выборах, не в том, что была кампания плохо проведена, а в том, что явка составила 30% и лёгкого того. А это, во-первых, даёт больше поля для фальсификации, то есть остальные семьи сейчас могут перерисовать, во-вторых, просто как бы замыливается за счёт принудительной явки военных, милиционеров и прочих. То есть, как мы будем планировать бороться именно с неголосующей аудиторией, переводя её в голосующую? Это хороший вопрос. Потому что где-то, 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 ай, выборы, ну, его я лучше пойду. Это хороший вопрос, на который есть теоретический ответ, но, к сожалению, теория очень далеко от практической имплементации. Теоретический ответ такой, если вы, там, поговорите с любым, там, политтехнологом, он вам расскажет, что у любой избирательной компании есть, там, три фазы. Узнаваемость, мотивация, мобилизация, которые должны идти именно в таком порядке. То есть, сначала ты рассказываешь о кандидате, потом ты создаёшь мотивацию за него голосовать, и потом ты мобилизуешь смотивированных людей прийти. И эти фазы могут идти только в таком порядке, и нет никакого смысла их переставлять, и нет никакого смысла одну из них пропускать. Тебе некого мобилизовывать, тебе некого мотивировать голосовать за кандидата, пока ты просто не рассказал о нём, тебе некого мобилизовывать, пока ты никого не смотивировал. И на московских выборах, вы правы, нас это подвело, они были жутко скомканные по времени, они были досрочные с сокращенными сроками, мы успели провести офигенную кампанию по информированию, мы, видимо, успели провести мотивацию, и, видимо, нам не хватило времени на мобилизацию. Мы должны учесть этот опыт, мы взяли сейчас себе гораздо больше времени, и мы себе это ведем примерно так, ну, типа, как информирование до осени, там, мобилизация, там, ноябрь-февраль, и, там, последний месяц весь на адскую мобилизацию, которую мы еще не придумали, как проводить, но обязательно с вашей помощью придумаем, как проведем. Я хотел... Да, сейчас еще кто еще не спрашивает. Говорил про это. Сейчас мы находимся в очень жестких бюджетных ограничениях, которые позволяют нам еле-еле поддерживать вот этот базовый костяк инфраструктуры из семейских семей штабов только в региональных центрах, там, и в крупных городах. На самом деле, откуда взялись вот эти 77, я объясню, в России есть 90 городов с населением больше 200 тысяч человек. Мы вычеркнули оттуда города, где мы не можем обеспечить безопасность штаба и сотрудников, там, Махачкала, Грозный, Наричи, и мы вычеркнули оттуда города с населением больше 200 тысяч человек в регионах, где есть город-миллионник, из-за ограничения в 7500, потому что мы понимаем, что мы в любом миллионнике 7500 соберем. Поэтому Таганрог и Шахты, которые вообще-то с населением больше 200 тысяч человек, они у нас тоже выпали, как выпал в Нитогорск, в Челябинской области, как выпал в Нижний Тагил, в Свердловской области и так далее. Просто потому что на этом этапе кампании незачем. На следующем этапе кампании, да, то есть после регистрации, естественно, там тоже что-то появится, потому что там огромное количество избирателей. Но пока что, до наступления следующего этапа кампании, мы сейчас рассматриваем возможность создания такой штуки, как народные штабы, мы это называем. Когда люди нам пишут, у нас есть какое-то помещение, пусть там самое маленькое, мы готовы работать там, типа, совсем бесплатно, снабжайте нас материалами, нанесите нас на карту, чтобы люди нас знали. Вот, в таком формате. И сеть таких народных штабов мы тоже будем создавать. Мы будем их собеседовать не менее жестко, чем мы собеседуем, проверяем людей в настоящие, полноценные региональные штабы. Мы будем их снабжать материалами, там по тем же квотам, но рассчитанным на численность населения. Ну, там будут снижены требования к помещению, там будут снижены требования к часам работы, потому что мы не платим зарплату. То есть какие-то требования будут такие же к народным штабам, как к обычным, какие-то будут ослаблены. Но у нас уже есть около 20 таких заявок, в том числе в Волгодонске, которые я упомянула. Да, у меня... И Таганрог. Вкусно, скажем. Я хотел бы узнать, вы собираетесь продолжать восточное направление противопоставления Западной, в частности Америки, или все-таки ввести более активное сотрудничество с ними? Ну, если вы читали нашу программу, которая сейчас пока состоит только из шести базовых тезисов, и, тем не менее, один из шести базовых тезисов, они у нас не нумерованы, а и равноправны, один из шести – это тезис про европейскую интеграцию, про сотрудничество с Европой. То есть он для нас находится в самых высоких приоритетах. Как вы считаете, тезис интеграции европейской и таком отношении к ситуации с Крымом, Алексея, как он вообще соотносится? Ну, я не сказал, что Крым не будет. Нет, про Крым отдельно, про европейскую интеграцию отдельно. Что касается европейской интеграции? После десяти лет оголделой пропаганды про еврогеев, которые с утра до ночи, короче, обсыпанные наркотиками, долгуются на пост, тем не менее, если ты хочешь что-то в России заниматься какими-то бизнесом, ты вешаешь в вывеску финские обои, шведская керамика и немецкие машины. Вот это все, что надо знать про настоящее отношение к Европе и к евроинтеграции. Это раз. У нас мы мерили отличное отношение к Европе, все хотят жить как к Европе, все понимают, что мы европейская страна, нам нужно сотрудничать с Европой и так далее, и так далее. Пропаганда здесь оказалась совершенно бессильна. Это первое. Второе. Что касается Крыма, отвечаю за Алексея, но поскольку этот вопрос на каждой встрече отвечаю теми же словами, о которых он говорит. Крым после его преступной аннексии в 2014 году с нарушением международных соглашений стал еще одной проблемной зоной на карте мира, которая теперь навсегда, на ближайшие десятилетия такой останется. Как Палестинские территории, как Фолкландские острова, как Северный Кипр, как... Их еще очень много. Таких болячек много, они, к сожалению, легко возникают, они, к сожалению, никак не рассасываются, сколько международных комиссий не собирай, и сколько резолюции он не принимает. Единственный на нашей памяти, наверное, пример решения подобного конфликта, это Косово, ну и Босинья Герцеговина, ну и там, и там, это после войны и геноциды. Но там все-таки распало что-то Косово по административным границам бывшей Югославии. Ну, понимаете, просто никто ничего не понимает. Но главное, что оно, раз, там, оно все равно там болезненно и тяжело, ну, как бы там, вот было международно признано изменение границ, после там 15 лет резины. То есть, вот, ну или Восточная тьма, там, другой такой теоретический пример. Вот. Как бы, а вот про... Ситуация типа Крыма, больше все похожее на Северный Кипр. Вот Северный Кипр сколько? 74-й год, да? То есть, там, 43 года нелишаемая проблема. Еще, видимо, столько же будет. Ну, вот и все. А я прошу прощения, можно еще уточнить дело в том, что он сказал, что если он станет президентом, он проведет там еще раз, там, референдум. И вдруг этот референдум, допустим, все-таки будет не в пользу России? Ну, прекрасно, но он таким не будет. Не может быть не решаемой проблемой. От того, что проблема является невершаемой, это не значит, что ее не надо тогда совершать. Мы просто должны смотреть правде в глаза. Мы должны смотреть правде в глаза. Но мы, конечно, должны идти к ее решению. И когда мы говорим про референдум, мы говорим про следующее. Мы, конечно, не признаем референдум марта 2014 года. Он, естественно, прошел там с огромными нарушениями. Никаким референдумом не был. А образцом для нас является, ну, условный там референдум шотландский. Который готовил, типа, 5 лет. С подробнейшей дорожной картой. Когда человек, ставя галочку в бюллетене и голосует, понимал, что он не отвечает на один вопрос, а прочитал вот такую книжку, дорожную карту, где написано, а что будет с судами, а что будет с приговорами, а что будет с собственностью, а что будет с пенсиями, чтобы не возникала ситуация, когда человек посадили в СИЗО по украинскому закону, а судят потом по российскому. Или там в обратную сторону. Когда одна сторона платила пенсию, потом другая сторона стала платить пенсию. То есть, когда человек там присягал одному государству, а потом служит другому государству. Что в одну сторону эта ситуация ужасна, но в другую сторону она будет совершенно ужасно неприемлемой. Разработка такой дорожной карты, решение огромного количества сопутствующих вопросов, и создание какого-то нового юридического инструментария, который будет призвано всеми заинтересованными сторонами, является возможным путем к решению крымской проблемы. И по этому пути надо идти, при этом отдавая себе отчет, в том, что скорее всего он и за 10 лет не проходим. Я сразу просто задам три оптимых вопроса, чтобы больше время коллег не занимать. Значит, первый вопрос. Это призывная контрактная армия. Контрактная. Где это прописано? Это у нас прописано в программе. То есть это уже есть? Да, у нас есть такой раздел на сайте ответа на вопросы. Там 30 вопросов главных, и там один из них нет. Замечательно. Второй вопрос. Значит, я, насколько помню, Алексей не заострял внимания на том, какую государственную систему он хотел бы видеть. На каждой встрече он говорит. Президентская или парламентная? Что первое, что должен сделать президент после, ну, то есть он говорит, первые три закона или там действия, осудить политзаключенных, принять закон о уголовном исследовании за незаконное обогащение и реформирует судебную систему, потому что коррупция и отсутствие независимого суда являются главными причинами тех проблем, с которыми сейчас столкнемся. А следующее, это существенное ограничение президентской полномочии. Ну, насколько существенное? До уровня президентско-парламентской, до уровня парламентской. Система издержки противовесов схожая, наверное, с американской, может быть, даже с несколько большим ограничением. Точные формулировки мы дадим, мы с перенимем как президентско-парламентскую федерацию. Понятно. Президентская парламентская федерация. И третий вопрос, уже чисто практически связан с работой штаба. Значит, я ни у кого, ни от кого не видел, значит, каких-то более-менее разграниченных советов, методичек по поводу того, как вести себя с СС, с пожарниками, с какими-нибудь веселыми проверяющими органами, которые заходят. Вот у вас тут прохода нет. Ну, что касается СС, у нас все-таки не ресторан, а там пожарный щит у нас в каждом, значит, огнетушитель в каждом штабе будет. Эти формальные требования мы выполняем. Ну, то есть, окей, мы все это делаем на ходу. У нас не такая структура, что на каждый чик есть длинная бумажка и инструкция, но на необходимые вопросы мы инструкции пишем, ну, то есть, по мере их возникновения. Но все равно пока что по ходу формируется. По ходу формируется, да. Окончательно еще пока нет. Друзья. СССР вы думаете, что они в ресторан СС и офис могут проверить на соцсетях? Абсолютно трудно. СССР, это что-то я изучал. Ну, придет проверить, будем решать. А можно еще уточнить, какая администрационная структура? Это общественная организация или что это? Это вообще некоммерческая организация. У нас зарегистрирована некоммерческая организация фонд, фонд защиты избирательных прав. Называется, он сейчас называется, пятое время года. Мы вот давно-давно регистрировали про запас, еще не знаем про что. Мы его сейчас в Минюсте перерегистрируем на фонд, пора выбирать. Ну, то есть, что будет. И там все сотрудничество штаба просто оформлены по договорам, по трудовым договорам, как сотрудничество штаба. Вы говорили про сокращение полномочий президента, а что Алексей думает по сокращению строка именно оформления? Четыре года, конечно. Да, да, конечно. Было по четыре года, да. А можно еще? Каженький вопрос. Что касается национальной политики. Вот сейчас вот это вот. Он обещал всем родившимся, когда на территории СССР, дать гражданство. То есть, люди, которые беженцы, из Киргизии, там, не знаю, бог знает, откуда. Причем люди по национальности, русские, они вот сейчас в совершенно упрощенном порядке якобы получили вертолю. И Алексей про это говорил и говорит, что, ну, то есть, попробую точно процитировать то, что он говорит, что если Россия не является страной, где русскоязычные люди из любой страны мира могут просто приехать и жить, то зачем тогда все? Хорошо, но это в определенной степени фашизм. Национализм. Почему? Что касается именно национальной политики, потому что в России живет сколько, сколько там, тысячи, тысячи национальностей. В России живут сотни национальностей, мы все ужасно любим все эти национальности, но ваш вопрос был про другое, я ответил именно на ваш вопрос. Мы говорим про то, что, безусловно, когда сейчас, то есть, в том-то и дело, Путин лезет якобы защищать каких-то русскоязычных в Донбассе после того, как он предал русскоязычных в Киргизии, Туркменистане, Узбекистане, когда люди вынуждены были за бесценок продавать все или просто отдавать и уезжать, и не иметь никаких возможностей здесь начать новую жизнь нормально. Ладно, ладно, в Туркменистане и Киргизистане, а в Чечне, да, вот же в чем циничность ситуации. В Ставрополе живут сейчас буквально. Друзья, спасибо большое за ваши вопросы. Еще раз скажу самое главное. Алексей, это обязательно. Не надо ничего бояться. Мы главная политическая сила. В стране в целом, в Ростове в частности. Задача штаба на ближайший месяц собрать из вас агитационную машину, с каждым поговорить. Приходите сами с 11 до 20, с понедельника по субботу, удобное для вас время. Мы потому и платим зарплату ограниченному количеству координаторов, чтобы создать максимально удобное время для работы. Приходите сами разговаривать. Или же ждите, когда вас пригласят. Когда естественный поток иссякнет, то штаб будет делать рассылки, приглашать, ну плюс оповещать о всех мероприятиях, которые он проводит и далее. Примерно месяц уйдет на создание и настройку агитационной машины. Потом она поедет. Окей, с адаптацией к местным условиям, но все равно обязательно поедет и всех победит. И главная цель сейчас – это сбор обвесел. Поэтому смело, то, что вы можете делать уже сейчас, всех знакомых, желающих агитировать, тащить, регистрироваться на сайте, чтобы потом штаб мог с ними уже работать. Это технологический процесс, который должен быть в таком виде. И я вижу, что вы потянулись наклейком. И я вспомнил про очень важную штуку, о которой я говорю на каждой встрече. Пока мы с вами разговаривали. Казачкино заработали 200 рублей. Казачкино заработали. Сколько? Пока мы с вами разговаривали. Игорь Геннадьевич Т. Перевел нам 1000 рублей. Максим Владимирович М. Перевел нам 1000 рублей. Степан Эдуардович Ч. Перевел нам 500 рублей. Михаил Михайлович К. Перевел 500 рублей. Михаил Михайлович К. Мог бы и побольше, да? Анастасия Андреевна М. Перевела нам 100 рублей. Денис Викторович Н. Перевел 300 рублей. Маргарита Александровна П. 100 рублей. Анастасия Константиновна Ж. 200 рублей. Я не просто скрываю, а Сбербанк в таком виде смс-ки присылает. Людмила Борисовна Б. Перевела 1000 рублей. Петр Александрович В. 1200 рублей. Екатерина Андреевна В. 2000 рублей. Ксения Андреевна П. 300 рублей. Екатерина Васильевна К. 100 рублей. И это все к чему? Это все... Нет, нет, нет. Это все не сувениры. Это все вот эти вот самые 100, 300, 1000 и 1200 рублей от живых людей таких же, как вы. Поэтому, если взяли стикер, так наклейте и носите. Если взяли значок, так носите. Если взяли автонаклейку, так ездите с ней. Если взяли листовки, так разложите и раздайте. Окей? Я хотел предложение внести Александр Евгеньевич. Просто подавать в магазин, чтобы... Это будет. Магазин мерча мы запустим до конца. Спасибо большое. А, да, да. Извиняюсь. Всем привет. Я теперь координатор штаба. Честно говоря, я сегодня до последнего момента сомневалась. Потянули я эту работу, смогли взять на себя эту ответственность. И вот сегодняшний инцидент с казаками меня убедил в том, что если где-то есть северный полюс, где-то должен быть южный, да, и, возможно, один из самых эффективных способов политической конкуренции в данном случае просто что-то делать, да, невзирая... Меня не слышно? Не слышно. Невзирая на личную занятость. Для меня это важно. Я живу в этой стране. Я хочу, чтобы она изменилась. Я не хочу отсюда уезжать. Я не хочу... Каждый вечер после посещения социальных сетей испытываюсь какую-то просто жесткую депрессию от того, как много агрессии, как много вот этих бесполезных споров. И вот сегодня я убедилась в том, что, пожалуй, нужно перестать тратить время на нечто неэффективное и попробовать сделать что-то эффективное. Я пока не совсем представляю, какой объем работы будет в ближайшие дни. Я думаю, что одна из основных задач сейчас будет продумать систему безопасности в штабе. В частности, там, я думаю, нужно будет заняться видеонаблюдением некоторыми другими вещами. Вот. Я займусь этим всем, но я надеюсь, что в понедельник у меня получится, и уже пообщавшись со всеми вами, выложить, ну, какой-то небольшой план на ближайшую неделю-две. Какие есть идеи, когда мы будем собираться, что можно делать. Ну, и, безусловно, в любое другое время можно будет приходить, начиная с понедельника. И, я не знаю, многие ли из вас здесь состоят в различных телеграм-чатах? К сожалению, да. Их очень много, и я думаю, основной, первой задачей это будет наладить коммуникацию и создать очень мало очень простых и понятных средств донесения информации, чтобы никто не путался, где социальная информация, в каком телеграм-чате обсуждать это, в каком обсуждать то. Вот. Я думаю, что я все это к понедельнику продумаю, и будет уже понятная система взаимодействия или же самое. Вот. А у меня есть страница ВКонтакте, если кому-то нужно будет, ее можно будет найти. Меня зовут Елена Полякова. У меня 20... Я не знаю, как там еще? Найдем. Вот. Мне 28 лет, да. И... Сейчас ссылку-то. Я думаю, что по этим параметрам можно будет меня найти. А... Facebook тоже есть. Я совсем не дам. Там у меня, правда, собачка на аватарке стоит. Ну, поймем, да. Очень. Моя. С такими словами. Да, да, да. Там у меня такое же имя. Можно ориентироваться в Facebook, наверное, на мое место работы. Это не мой имени Пирогова, медицинский университет в Москве, я в Далене Томаре. А группа ВКонтакте такая же? Команда Навального? Вот. Да, да, да. Да, да. Группа ВКонтакте, безусловно, просто... А в группе ВКонтакте именно как организму? Да, да, да. Ну, я думаю, мы решим, скажем, скоро будет. Постараемся оперативно все это организовать, чтобы не было вопросов, где искать информацию. новость в Команте включить именно это не буду говорить? Я думаю, да. Ну, и плюс бутросок. И просто еще взвесим, вот, что эффективнее для какой-то оперативной информации, там, Телеграм-чат, закрытый, незакрытый, технический, тоже нужно все это продумать. Телеграм-чаток еще очень много, и никто не надо делать. Да, этих чатов очень много, и меня немного беспокоит, что в этих чатах происходят иногда абсолютно неконтролируемые беседы, которые одновременно ассоциируют именно со штабом Навального и с командой Навального, что не совсем правильно. Туда могут попадать абсолютно разные люди с разными позициями, и я думаю, что потом кто-нибудь может нам размахивать скриншотами. И поэтому важная штука, о которой я уже несколько раз говорил, это Т-терпение. Штабу понадобится какое-то время, чтобы настроить работу, это нормально, мы потому заранее начали, у нас год впереди, и все устроено. Вот, поэтому спасибо, что вы пришли, я очень рада, что вы будете работать с этим. Спасибо, друзья. Пожалуйста. Лау-лау-лау-лау-лау. Лау-лау-лау-лау-лау. В этом смысле, как Путин говорил в 2004 году, была знаменитая пресс-конференция, сколько вы планируете оставаться у власти, он говорит, ну, типа, немного, потому что за 10 лет любой человек у власти сойдет с ума. И вот как бы, да? Вот же в этой части. Вчера видел хорошую шутку в Твиттере. Наверное, коней на переправе не меняет, но кто может объяснить, почему мы на переправе уже 17 лет? Ну, то есть, тут ведь, как бы, достаточно простая логика. То есть, мы уже видим, там, последние 10 лет показали, если там в 2005 году могли быть разные точки зрения на этот вопрос, то последние 10 лет показали, что эта власть фундаментальная, принципиально не способна страну никуда привезти и лечить никакие проблемы. Ну, это надо давить. То есть, стабильность, это плохое слово, ругательность. Стабильность, это отсутствие развития, и мы видим, что это так. Не знаю, все смотрят на кадрах из Сирии, значит, там, высматривают, там, какое было химическое оружие или нет. Я, когда смотрел последнее видео из Сирии, значит, ехал, собственно, из Каменска-Шахтинского сюда и обратил внимание, что в Сирии дороги гораздо лучше, чем трасса М4 Дом. Понимаешь, что в Сирии, значит, повторно, если можно совместно с таком делать? Конечно, можно. Понятно. Ой, я тоже хочу... А, да, без проблем. Так, улыбаемся. Димашка. Говорим, что... А, вас втроем, давай втроем. Так, говорим, что-то неприличное. Пойдем на кречку. Возьми мне, пожалуйста. Например, песни про Путина. Молодцы, выказнулись. Так, же... Спасибо, я эфир один, я просто стремлю. Конечно. А, ну, селфачи, да, так, конечно. Так, конечно. Давай, давай, поснимайте. Чашка. Я не слышу. Так, давайте дальше. Да, да, да. Я вы выступлю. Эрзава селфи. Спасибо большое. Ну, вообще, разберем. Куда тебя в этом спросить? В контакте есть? В контакте. Как будет найти? Григорьев. 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 Так, а, давайте это, давайте шопите, да? А, давайте. А может, я тоже сумму? А что же ты будешь делать? Четвером уже, да? Четыре, значит. Так, ну и как? Получилось все расскажу? Спасибо. 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 Спасибо.